20 декабря в Славянске-на-Кубани состоялось долгожданное событие. После ремонта открылось обновленное крыло детской поликлиники. Это стало настоящим новогодним подарком для детей и их родителей. Как теперь выглядит поликлиника, мы приглашаем вас посмотреть глазами наших корреспондентов. Всего три месяца назад правое крыло детской поликлиники закрылось на ремонт. Но ее работа полностью не останавливалась. Для посетителей были определены места и время для сдачи анализов. Все врачи принимали по графику, но в других помещениях. Как медперсонал, так и посетители с нерпением ждали окончания ремонта и представляли, какой бы они хотели видеть обновленную детскую. Чтобы она была яркая, красивая, чтобы люди ходили, им было приятно. Мы ждали, между прочим, пока отремонтируют все, потому что здание было немножко ветхим и не особо удобно было ходить. И плитка была пожатана и так далее. Но сейчас мы, конечно, естественно, радуемся. Я надеюсь, будет приятно ходить сюда. И вот праздничный момент настал. Перед крыльцом, получившего второе рождение объекта, собрался весь персонал – люди, которые приняли участие в ремонте и, конечно же, первые юные посетители вместе со своими родителями. С приветственным словом выступил глава Славянского района Роман Синеговский. «Говорят же, под Новый год происходят чудеса, в которые мы всё-таки немножко верим. Мне приятно, что произошло это чудо благодаря, конечно же, поддержке губернатора Кубани В. Кондратьева, благодаря поддержке законодательного собрания края Юрия Александровича Бурлачко, благодаря поддержке Министерства здравоохранения. Выделены были деньги, более 7 миллионов рублей, на первый этап ремонта нашей детской поликлиники». В торжественной обстановке традиционную красную ленту разрезала совсем юная Варвара Федяева, которая в день открытия исполнилась два года и пять месяцев. Всем хотелось поскорее оценить обновлённое здание. Для удобства жителей здесь проведена перепланировка помещений, появился вместительный гардероб. Впервые за последние 20 лет была проведена реконструкция инженерных сетей, отопление, электро- и водоснабжение. Заменены окна и двери, выполнено бетонирование пола с укладкой покрытия из современного прочного материала. Были выровнены и оштукатурены стены. «Сделать поликлинику по-настоящему детской помог коллектив детской художественной школы. Они приходили сюда во внерабочее время, сделали нам замечательные рисунки, которые, конечно, должны оценить наши маленькие посетители. Хочется пожелать всем маленьким нашим пациентам, прежде всего, здоровья. Здоровья и вырастать умными, хорошими, добрыми детьми. Но хочется еще их попросить, и маленьких пациентов, и родителей, чтобы они берегли то, что сделали. Потому что такой колоссальный труд, он же не просто труд. Люди сюда вложили частичку своего тепла, частичку своей души. И вот пусть это тепло согревает, даже в ненастную погоду. Когда заходишь в эту поликлинику, видишь ее такую яркую, солнечную, конечно, уже становится на душе легче. И, наверное, это немножко будет помогать поправляться больным нашим деткам. Мы всем желаем здоровья. Первые юные посетители поликлиники сразу оценили этот творческий подарок. Отдельной гордостью поликлиники стала регистратура, которая теперь соответствует краевым стандартам. Здесь есть отдельное помещение для хранения карточек и удобные столы регистраторов. Мы очень довольны, очень. И родители довольны, и дети довольны. Спасибо им большое. И условия труда у нас улучшились. Все под рукой, все очень красиво, как вы видите. Были выполнены и пожелания врачей. Кабинеты, где ведется прием, перестроили. Они стали больше и светлее. Разница огромна. Мы очень долго ждали этого открытия. Условия труда, соответственно, конечно же, улучшились. Огромный кабинет, светлое помещение. В общем, кабинет полностью мобилизирован. Вся вот эта атмосфера, конечно же, когда мама заходит с ребенком на прием, соответственно, вот этот внешний вид, он оказывает благоприятное действие. Каждый маленький житель Славянска хотя бы изредка посещает детскую поликлинику. Теперь же эти посещения станут более комфортными и интересными. Очень красиво. Обновленная поликлиника всегда хорошо. Приятный фон, красивые детские рисунки. Ну и в кабинет, соответственно, заходишь уже совсем по-другому. Поликлиника приступила к своему обычному графику работы. По плану к ремонту следующей части здания приступят уже в январе 2018-го. Мария Климова, Александр Косицын, Сергей Тимовский. Программа События.